Глава седьмая Валентина потеряла контроль над своим рисунком всего лишь на долю секунды. Столько длится моргание или вдох, она дорого за это заплатила. Не в материальном плане, конечно. Эта роль отошла страховой компании, которая компенсировала ее ошибку с щедрой выплатой наличных евро. Более ощутимое наказание Валентины приняло форму современной версии позорного столба. Разумеется, ее физическая целостность не пострадала. Она избежала мучительного обездвижения, пут на голове и руках, ее не закидывали отбросами и прогнившими овощами, но ее приговорили к проклятию публичному, столь же унизительному и болезненному. На протяжении нескольких недель, не имея возможности ответить на нападки, Валентина сносила безжалостный самосуд, предпринятый средствами массовой информации. Видеть, как твое имя осыпают упреками в газетах, было не очень приятно. Видеть его рядом с целым потоком таких прилагательных, как некомпетентное, безответственное или преступное, было куда как горше. Вазалис тоже утратил контроль над своей судьбой. Ему также не удалось вовремя выпрямить траекторию своей жизни. По некому интересному парадоксу, его наказание представляло собой полную противоположность тому, которому подвергли Валентину. Не став придавать его имя по руганию, папа Климен IV решил, году примерно в 1270-м, удалить его из человеческой памяти, приговорив к заточению в подземных застенках истории, где Вазалис затерялся в бесчисленной когорте побежденных и проклятых. Но прежде, в соответствии с великой фольклорной традицией того времени, Вазалис все же был помещен на костер и превращен в холмик пепла, который палачи вызвались рассеять на ветру. После того, как телесная оболочка несчастного ушла с дымом, папским цензорам не составило труда стереть память о нем. Под угрозой смертной казни они запретили произносить его имя и обсуждать его труды. Кем бы ни был Вазалис, он вызвал реакцию небывалой жестокости даже в те смутные времена. Придуманная Климентом IV стратегия оказалась чрезвычайно эффективной. Уже спустя полвека никто не помнил, чем именно прогневал Вазалис папу. С середины XV столетия и вовсе никто бы уже не рискнул утверждать, что такой человек действительно когда-то существовал. Так рассказывали эту мрачную историю те, кто был убежден в ее достоверности. Таких было немного, но Хьюго Вермейер входил в их число. По правде сказать, Вермейер был готов поверить в любую легенду, коль скоро она несла на себя отпечаток заговора, тайны и скандала. Если сверх того она хоть каким-то боком касалась искусства или философии, и к ней примешивалось подозрение на антиклирикализм, он первым устремлялся на ее поиски с рвением, достойным спартанцев день битвы. Хьюго Вермейер был бойцом, пылким и смелым воином, полной противоположностью своему знаменитому предку из Делфта, по крайней мере, сам Хьюго, никогда не приводя доказательств, утверждал, что является его потомком по прямой линии, на которого он походил дородностью тела и грубостью черт. Что до остального, то Хьюго Вермейер был невысок, коренаст, вечно небрит и всегда немного под шофе, даже в те редкие моменты, когда ходил натощак более двух часов. Эта привычка никак не сказывалась на его отвратительном характере, который ставил Хьюго в один ряд с бесившимся Ротвейлером. Дни свои он проводил за излиянием желчины политиканов, дороговизну жизни и распущенной молодежь, с редким опломбом и абсолютной непорядочностью, поливая налево и направо беспардонной ложью и неправдоподобием. Стоило, однако, Вермейеру прийти в хорошее расположение духа и вырваться за пределы своих четырех стен, как из него начинала хлестать язвительная ирония, термин «убийственная» здесь был более уместен, устоять перед которой не представлялось возможным. Тогда он выказывал безупречную верность и мог пожертвовать ящиком Шато-Петрюс во имя помощи угодившему в переплет другу. Вечера, когда он вдруг решал еще больше поднять себе настроение, заканчивались для Валентины состоянием продолжительного отупения, вызванного резким и значительным повышением алкоголемии. Вермейер долил в бокал «Жеврешембертен» урожая 1992 года, истинное чудо, бархатистое и мягкое, знаком показал официанту, что ему требуется вторая бутылка, и с энтузиазмом набросился на телячью отбивную, которую иначе как «гигантской» назвать было сложно, так как она занимала всю тарелку от края до края, будучи при этом не менее пяти сантиметров толщиной. Проглотив значительный кусок этого сильно недожаренного мяса, он закончил свой гастрономический штурм пригоршней картофеля фри, а затем разбавил все новым бокалом «Жеврешембертен». «Ах, 1992!» — проронил он, переводя дух. «Великий год для бургундских!» «Я ведь уже рассказывал тебе про бургундские? Бордо этого года вышли весьма заурядными. О божале лучше вовсе не вспоминать, они просто ужасны». Хьюго Вермейр выражался на совершенном французском со всеми его междометиями и ругательствами, и лишь легкая склонность произносить более резко, чем следует конечные гласные, выдавала его голландское происхождение. Он бросил презрительный взгляд на стакан с Coca-Cola Light, что стоял на столе рядом с тарелкой Валентины. «Как ты можешь пить это?» «Оно тебя недостойно, дорогуша. Ты ведь отлично знаешь, что эта гадость разъедает внутренности. Все начинается язвой, а затем перерастает в рак. Они делают это специально, мерзавцы. Почему, как думаешь, они так и не раскрыли состав? Все для того, чтобы после этой дряни спихнуть нам по дешевке лекарства, выудить из нас бабки и лишить нас души», закончила Валентина, которая наизусть знала все с этого недруга. «Не шути с этим, Валентина. Если уж портить сосуды, то лучше делать это приличными вещами. Твое здоровье», — заключил он глотком, осушая бокал. «Ты пропустил свою эпоху, Хьюго. Тебе следовало жить во времена Дюма и Флобера». «Даже не говори мне об этом», — проворчал Вермеер, и глаза его наполнились тоской. «Ах, обеды, мадам Бавари! Филеев, фрикасей с цыпленка, задние ножки барашка, телятина и свинина во всех их вариациях, не говоря уж о фигурных тортах на десерт, и винах по двенадцать бутылок в ящике. Восемь часов за столом жили же люди». Он вновь наполнил бокал и произнес тост «За великого Кюрнонского». За короля и кулинаров зашла еще дальше Валентина, подняв стакан с колой, и за всех писателей, умерших молодыми и толстыми, в жесточайших муках. Хьюго Вермеер погладил живот, всем своим видом выражая сомнение. «Ну, можно и умереть, лишь бы до самой смерти ни в чем не знать отказа». Тотчас же, начав применять теорию на практике, он отрезал новый кусок говядины, покрыл его толстым слоем бярнского соуса и запихнул мясо в раскрытый рот. Черты его скривились от удовольствия в убедительном подражании пожирающему детей Сатурну, вышедшему из-под кисти Гои. «Что тебя беспокоит, Валентина?» «С чего ты взял, что меня что-то беспокоит?» «Вот только не надо, прошу тебя. Со мной это не проходит». Валентина опустила глаза и начала тыкать меланжером вдоль кулимона, плавающую на поверхности коки. Я не могу об этом говорить, Хьюго. В договоре был пункт о конфиденциальности, и я его подписала. Мне не нужны неприятности. Не связан ли случайно твой встревоженный тон с некой рукописью, приобретенной на прошлой неделе неким пожилым торговцем, который в последнее время сделал все для того, чтобы о нем все забыли? Если ответ положительный, моргни один раз. Отрицательный, высунь язык. Даже если за тобой следят, адвокаты Штерны не смогут этим воспользоваться в день суда. Как ты узнал про этот кодекс, Хьюго? Все знать — моя работа. И я очень способный, если ты не забыла. Говорю это со всей скромностью, разумеется. Так что же нам известно? Предпосылка первая. Я слышал, что старый плут Элиас отдал кучу денег за одну старую книжку, которую не пожелала приобрести ни одна муниципальная библиотека, такая она потрепанная. Если он хочет из нее что-то вытащить, ему нужен хороший реставратор. Предпосылка номер два. Ты лучшая в своей профессии. И, что немаловажно, ты свободна и умираешь с голоду. Подведем итог этому силогизму. Элиас с тобой связался, предложил работу, и ты, будучи девушкой неглупой, согласилась, но стала задавать себе вопросы. Валентина наградила его вялыми аплодисментами. Неплохо для типа, который не получил степень бакалавра. Если у меня ее и нет, то лишь потому, что мои дорогие родители не захотели, чтобы я общался со всякой чернью. То, что Вермеер принадлежал к элите общества, было для Валентины отнюдь не новостью. Действительно, с самого рождения родители готовили Хьюго к тому, что в будущем ему придется жить в полном соответствии со статусом рантье. За последние полтора века ни один из членов его семьи не работал за плату. И так должно было быть и далее. Единственные общественные структуры, в которые Вермеер позволял себе входить, требовали вступительного сбора в 10 и более тысяч евро, и это не считая ежегодного членского взноса. Вот почему воспитанием Хьюго сперва занималась целая куча репетиторов, ни один из которых не выдерживал этого феномена больше одного учебного года. Осознав тщетность своих усилий, родители в итоге отослали сына в Швейцарию, где в уединенном, дорогом и бесконечно скучном пансионате для мальчиков и прошла юность Хьюго. Помимо некоторого, ну, нечрезмерного влечения к индивидуумам того же пола, юноша вынес оттуда стойкую ненависть по отношению к преподавателям, а также глубокое презрение к тем, кто подчиняется их авторитету. А к таким можно отнести едва ли не половину населения. Хьюго Вермеер принадлежал к элите. По крайней мере, ему нравилось так думать. То, что он считал своей работой, было на деле лишь хобби. Ничего за исключением множества наслаждений и массы неприятностей, неприносящим. Около трех лет назад он открыл в интернете сайт под названием artistictru.com, на котором регулярно выкладывал пикантную информацию о мире искусства. Интриги и всякого рода комбинации там записывались, классифицировались, комментировались и разоблачались. Пусть зачастую его сенсационные новости и невозможно было проверить, зато они всегда вызывали доверие. Никому не удавалось избежать язвительности его пера, или точнее клавиатуры. Стоило Вермееру узнать нечто интересное, как он тут же, упрямо и ни минуты не раздумывая, бросался навстречу неприятностям. Подобная линия поведения принесла ему немалое количество новых врагов. В прошлом году, к примеру, он вынужден был на время закрыть свой сайт, когда получил по почте собственную фотографию, обведенную красным кругом, изображавшим мишень. Классика, крайне эффективная, что не раз доказывалось. Послание было ясно. Его авторы, однако, не учли одного. Всегда держась в стороне от обществ, Хьюго Вермеер нисколько не беспокоился о моральных принципах, действующих, парализующие на большинство смертных. Он не признавал никаких барьеров и пользовался своим социальным статусом для получения определенных привилегий, вроде права не отчитываться ни перед какой администрацией, ничто не могло ни напугать его, ни остановить, тем более закон. Этот естественный крен оказал решающее значение на его профессиональный выбор. Вместо того, чтобы войти в состав правления коммерческого банка, возглавляемого его отцом, и спокойно дождаться, когда тот уйдет на покой, чтобы занять освободившееся место, Хьюго воспользовался случившимся в начале 90-х распадом восточного блока и занялся крупномасштабным ввозом в западноевропейские страны старинных икон, как правило, краденых. Когда конкуренция на этом рынке стала слишком острой, он осознал необходимость перемены профессии. Исчезновение одного из посредников, чей обезглавленный труп нашли пятью месяцами позже на какой-то московской свалке, помогло принять это мудрое решение. Вермеер купил по случаю антикварную лавку, специализировавшуюся на новом искусстве, и выстроил новую, во всех отношениях, соответствующую его идеалу, жизнь. Он жил в двухуровневой квартире 250 квадратных метров, расположенной на авеню Ож, на полпути от Гелисейских полей и парка Монсо, питался в дорогих ресторанах и ездил на ярко-синем Мазерати 3500 ЖТ 1956 года выпуска. Однако незначительность оборота не позволяла объяснять подобный образ жизни. В то время ходили упорные слухи, что через его руки прошла значительная часть украденных во Франции произведений искусства. Как это часто случается, слухи превосходили реальность. Правда была в том, что Вермеер мог найти для вас все, от солонки из чистого серебра до фрески Тьеппеллу, при условии, что вы дадите нужную цену, не попросите счет и будете держать язык за зубами. Эта прибыльная деятельность продолжалась до тех пор, пока уголовная полиция после месяца слежки не заявилась к нему с обыском, в ходе которого обнаружила в доме компрометирующие материалы. Несмотря на доказательства, Вермеера вскоре отпустили, слежку за ним прекратили, а дело закрыли. Причины этого освобождения оставались загадкой. Поговаривали, что он поделился со следователями информацией относительно некоторых своих коллег, также специализировавшихся на трафике произведений искусства, так как доказать это никто не мог, а полиция не провела в артистической среде ни одной значительной облавы, гипотезы о его нечистоплотности так и остались на стадии предположений. Вермеер тем временем вернулся в строй. Всего за несколько месяцев он создал себе безупречную видимость респектабельности. Он обменял двухуровневую квартиру на скромный домик в ближайшем пригороде, поставил Мазерати под навес и прекратил все махинации, по крайней мере официально. Тем не менее, от связей с сомнительными личностями, рассыпанными по всему континенту, от Урала до Атлантики, отказываться он не стал. Его друзья силовыми методами дали понять авторам фотографии, что им лучше немедленно положить конец всем попыткам запугивания. Дважды повторять не пришлось. Менее чем через неделю Вермеер смог вновь открыть сайт, и с тех пор больше никто не пытался ему угрожать. — Что ты слышал об этой рукописи? — спросила Валентина. — В сущности, не очень много. Штерн приобрел ее в рамках одной частной сделки. Кодекс хотели купить двое, причем за любую цену. Я не знаю, кто был вторым претендентом, но он тоже располагал с значительными денежными средствами. — Продавца знаешь? — Нет. Но он наверняка был на седьмом небе от счастья. Когда продаешь подобное дерьмо за такую цену, то обычно трубишь об этом на всех перекрестках. Если желаешь, я его отыщу. — Это было бы чудесно. Вермейер вытер рот салфеткой. — Меня же, в свою очередь, — продолжал он, — гораздо больше интересует причина, по которой Штерн так стремился заполучить этот кодекс. Старик ведь отнюдь не глупец. Если он отдал огромные деньги за рукопись, находящуюся в столь плачевном состоянии, то, должно быть, знал, что делал. Было бы любопытно узнать, что там внутри. Он бросил тяжелый взгляд на Валентину, которая сделала вид, что ничего не заметила. Сдаваться так просто ее друг не собирался. Это останется между нами. Пообещал Вермейер. — Я не стану писать об этом на сайте. Ни строчки, совсем ничего, даже ни малейшего намека. — Обманщик, ты на такое не способен. — Валентина, как можно? Вермейер напустил на себя ангельский вид. Результат оказался не слишком убедительным. — Ты напоминаешь Джека Николсона? — В иствигских ведьмах, — заметила Валентина. — Такой же грязный притворщик. — Николсон, просто слабак. Даже играя роль черта, он остается гораздо более человечным по сравнению со мной. Вермейер обожал изображать из себя плохого парня. Весь вопрос был в том, кто он на самом деле. Славный малый, переодетый никудышным злюкой, или же настоящий мерзавец, который даже не пытается скрыть свою истинную натуру. С тех пор, как они познакомились, Валентина колебалась между этими двумя предположениями. Впрочем, со временем она начала отдавать приоритет второму. — Расскажи мне про этот фонд, — попросила она. — Валентина, с твоей стороны некрасиво заставлять меня ждать. — Услуга за услугу, согласен? — Как жестоко. Не будь ты обычной простолюдинкой. Я даже, возможно, счел бы это милым. А так ты меня раздражаешь. Не будь таким букой, Фьюго. — Ладно, ты выиграла, — признал Вермейер. — Но только потому, что ты мила и прелестна. И я все еще надеюсь, что когда-нибудь ты не устоишь перед моим обаянием. — Вот то немногое, что мне известно. Примерно с год назад Штерн вновь возник на горизонте со своей новой игрушкой, этим фондом по искусству, или как там его? — Фондом по распространению произведений искусства, — поправила Валентина. — Если хочешь знать мое мнение, — обычная пустышка. Этот парень исчезает на три года с лица земли. Все полагают его мертвым. И тут вдруг он всплывает во главе фонда, который ничем не занимается. — Как это? — Твой фонд Штерна пока что еще ничего не сделал. Ни выставки, ни меценатства, ничего. Пустая скорлупка. Для структуры, которая располагает двадцатью миллионами собственных средств, довольно странно, не так ли? — А как же персонал? Я видел и пятерых служащих, и на первый взгляд все они вкалывали, как проклятые. В любом случае, там есть информационный зал, в котором полно компьютеров. Вермеер пожал плечами, даже не представляю, чем они могут заниматься. Из резиденции Штерна никогда не бывает утечек. Это абсолютная тайна. Полагают телохранители там лишь для того, чтобы перевозить картины. Я был очень настойчив, но так и не смог ничего узнать. И мне это не нравится. Совсем не нравится. От этого твоего фонда попахивает дернецом. — А теперь твоя очередь. Что там насчет этого чертова кодекса? — Вазалис. Неохотно уступила Валентина. Лицо Вермеера просветлело. Что именно? Симпатические чернила? Полемсест? Легким кивком Валентина подтвердила вторую гипотезу. — Полемпсест. Мечтательно повторил Вермеер. Значит, слухи были небеспочвенными. Ты это о чем? Тебе ведь уже доводилось слышать про деформа мунди, правда? Я не обладаю твоим пристрастием к древним историям. Я всегда полагала, что Вазалис — своего рода притча. Ловкий ход, призванный наставлять верующих. — Так ты не знаешь даже, почему он умер. — Нет. Вермеер выглядел удрученным. Вазалиса казнили за то, что он написал некий трактат де форма мунди, который не понравился папе. Когда Климен IV избавился от него, он воспользовался этой смертью, чтобы превратить в пепел все экземпляры книги. Но ходят слухи, что один из них все же пережил Аутедафе. Именно его, вероятно, Штерн и обнаружил. У меня есть файл на Вазалиса в компьютере. Днем я тебе его пришлю. Вернемся к нашему разговору, когда ты все прочтешь. Валентина указала на портативный компьютер, лежавший на банкетке рядом с грузным задом Вермеера, и бросила собеседнику обворожительную улыбку. — Почему бы тебе не скинуть мне что-нибудь сейчас же, так сказать, для затравки? Вермеер отпил вина и долго его смаковал. Ярко-красная капля повисла на трехдневной щетине в углу нижней губы. — Немного напряженного ожидания тебя не убьет. — Как ты там сказала только что? — Ах да, услуга за услугу. — И потом, будешь знать, как предпочитать эту гадость моему Жевре Шамбертен. Довольный произведенным эффектом, Хьюго Вермеер полностью придался кайфу, вызванному раздражением его вкусовых рецепторов и усиленному видом расстроенного лица Валентины. Глава восьмая Сидевший прямо на паркетном полу хранилища редких книг, Жозеф Фарк чувствовал себя униженным. Он никогда не думал, что такая катастрофа возможна. Даже представить себе не мог ничего подобного. Этот день, вне всякого сомнения, был самым тяжелым днем его жизни, даже более тяжелым, чем тот, в которой умерла его мать. Едва убедившись в исчезновение театру Орбестерарум, Фарк сразу же направился к декану, рассказал ему о своем открытии, а также о явной причастности к краже Альбера Када. Вопреки ожиданию и несмотря на всю серьезность фактов, декан проявил удивительную снисходительность. Он не повысил тона, не заговорил ни об административном расследовании, ни о дисциплинарных санкциях в отношении персонала Центра Исследований. Попросив Жозефа Фарка сохранить случившееся в тайне, декан прошел вместе с ним в кабинет Када. Поверхностный осмотр комнаты убедил мужчин в том, что похищенной книги в ней нет. Раздосадованный Фарк вернулся в Центр Исследований, разогнал находившихся там студентов, отправил по домам коллег и, закрыв за ними дверь, остался в помещениях Центра один. Для того, чтобы кое в чем удостовериться, ему требовались тишина и одиночество, Фарк не хотел, чтобы ему мешали. Перепись ценных книг заняла почти три часа. По окончании этой нудной работы настроение не улучшилось, а, напротив, упало до нуля. К сожалению, Театром Орбис Терарум оказался не единственным трудом, отсутствующим на полках хранилища. Не хватало еще трех книг. Речь шла о незаменимых произведениях, как из-за их редкости, так и из-за того, что они являлись совершенно исключительными в своем роде. Так, несколько страниц недостающего экземпляра трех книг мудрости Пьера Шарона были снабжены пометками «Монтеня», которому автор подарил этот том в знак уважения. Пропали и начало греческого языка Николя Калинара, которые увидели свет в Лувене в 1530 году, и на протяжении следующих девяносто с лишним лет переиздавались сто восемьдесят раз, став одним из бестселлеров эпохи Возрождения. Что касается первого издания пятой книги эпиграм Бернардо Баухюйта, иезуита, прославившегося благодаря знаменитому восхвалению Девы Марии, написанному в 1022 различных стихотворных формах по числу известных в то время звезд, то сейчас подобных полных изданий во всем мире насчитывалось лишь еще три экземпляра. Но ни один из них, в отличие от исчезнувшего, не принадлежал когда-то кардиналу Ришелье, оставившему свою подпись, она была сделана пером, на титульном листе. Эти пропажи представляли собой настоящую катастрофу, если не хуже. По первой примерной оценке Фарга, материальный ущерб университета мог составить самое малое полмиллиона евро, а один лишь театрум стоил не менее двухсот тысяч, а Шарон, принимая во внимание собственноручные комментарии Монтэня, вероятно, и того больше. Но не только это беспокоило Фарга. Гораздо важнее было другое. Эти книги являлись частью собрания Сорбонны на протяжении многих веков. Теперь же их вряд ли удастся отыскать, и даже если когда-нибудь равнозначные им экземпляры будут выставлены на продажу с торгов, средств на их приобретение у университета все равно не найдется. Следовательно, эта кража являлась неоценимой потерей как для студентов, так и для научных работников. Осознание того, что достояние Сорбонны, верным и добросовестным хранителем, которого он был все эти годы, расхищается так нагло и беззастенчиво, потрясло Джозефа Фарга до глубины души. Сам он в меру своих сил и должности всегда сражался за сохранение целостности коллекции доверенного ему центра исследований. Даже во времена финансовой неопределенности он ни разу не дал своего согласия на продажу даже одной единственной книги. И вот, несмотря на все принимаемые им меры предосторожности, центр лишился сразу четырех ценных произведений. Безупречно и до сих пор его карьера оказалась запятнанной, и вывести эти пятна не представлялось возможным. Фарг вдруг понял, что лишь одно сейчас имеет для него смысл — понять, как эти книги покинули помещение центра, и главное — попытаться их обнаружить. Он решил немедленно приступить к работе. Первым делом вновь просмотрел заявки на выдачу книг, поданные самим Альбером Када. Как он и предполагал, ни одна из них не относилась к пропавшим произведениям. Судя по всему, профессор заметал следы преступлений, попросту выкрадывая нужные карточки, точно так же, как пытался это проделать с заявкой на театру. Теперь Фарг ясно представлял, как все было. По всей видимости, три другие недостающие книги Када похищал так же, как и театрум, просил принести их для ознакомления, незаметно опускал в портфель и уничтожал единственные материальные следы кражи, то есть карточки, на которых стояло его имя. Дождавшись, когда у выполнявшего заявку служащего закончится смена, или тот отойдет куда-нибудь по делам, профессор преспокойно покидал помещение. Человеческий фактор всегда был слабым местом, установленного Фаргом порядка, и он знал об этом недостатке. Как он ни старался, ему так и не удалось убедить коллег в важности эффективного общения. Стоило только этим олухам выскочить за дверь в конце трудового дня, как они забывали обо всем, что связано с работой. Было то случайностью или же нет, но к нему самому Када с заявкой не обращался ни разу. Жозеф Фарг никогда не покидал центра, не удостоверившись в том, что все книги благополучно вернулись на свое место на полках. Када это знал. Всему университету было известно, что заведующий книжным хранилищем является образцом профессиональной честности. Нередко над ним даже смеялись, словно добросовестное исполнение обязанностей сродни какому-то пороку. До сих пор его прилежание всегда вознаграждалось старицей. Фарг полагал, что так будет всегда. К несчастью, открывшиеся факты свидетельствовали о том, что он сильно ошибался. Фарг не понимал лишь одного, зачем Када после кражи театрум понадобилось прятать столько карточек. Вероятно, что-то помешало профессору отыскать в стопке заявок, ту, на которой стояло его имя, и в спешке тот вынужден был избавляться сразу от всей связки с расчетом позднее вернуть карточки на прежнее место. Если бы Када не выбросился в окно, терзаемый угрызениями совести, по крайней мере, такими виделись Фаргу причиной его суицида, никто никогда и не узнал ни об исчезновении театру, ни о пропаже других книг. Как секретарь-администратор первого класса, частичную ответственность за эту ужасную трагедию, нес и сам хранитель, в душе которого теперь прочно поселилось чувство не только виновности, но и стыда. Будь его воля, Фарг с радостью предался бы отчаянию, но, как человек ответственный, он не позволял себе этого нигде, ни дома, ни уж тем более в университете, а потому он сделал единственное, что могло принести хоть какое-то утешение, вернулся к работе. Глава девятая Вернувшись домой, Валентина бросилась к компьютеру. В электронной почте лежало обещанное в МРМ письмо. Время отправки в точности совпадало с тем, когда она покинула ресторан. Голландец в своем репертуаре провокатор. Валентина мысленно пообещала себе отплатить ему сторицей. Она нажала на клавишу печати, лазерный принтер тихо заурчал, и, настроившись на регулярный ритм, принялся выплевывать листы. Распечатка документов заняла около 10 минут. Разделенное на несколько подсекций досье состояло из почти трех сотен страниц. В него входили главным образом выдержки из книг и статей, вышедших в журналах с такими занимательными названиями, как «Изучение феноменологии», «Научно-исторические и литературоведческие архивы Средневековья» или «Международный ежегодник по герменевтике». Самые старые тексты датировались началом XX века, однако около трех четвертей всех материалов были опубликованы уже после Второй мировой войны, словно конец конфликта придал новый импульс изучению данного вопроса. Несколько статей на французском, но большинство на английском или немецком языках, на которых Валентина читала с трудом. Их авторами были преподаватели тех или иных университетов, по большей части специалисты по средневековой философии или теологии. Казалось, им доставляло особое удовольствие писать в витиеватом стиле, с обилием непонятных для профанов ссылок. Валентина надеялась на несколько более спокойное для своих проспавших последние два года нейронов пробуждение, поэтому прежде чем броситься на штурм этой горы документов, решила выпить чашечку кофе. На изучение досье ушел остаток дня. К ужину, когда она бегло ознакомилась со всеми бумагами, у нее сильно разболелась голова. Собранное Вермейром досье на самом деле содержало крайне мало фактической информации. Опираясь на свидетельства из третьих или четвертых рук, авторы текстов сходились в том, что отрицать существование Вазалиса невозможно, и что он жил, вероятно, в середине XIII века. Однако в том, что касалось деталей, версии сильно разнились. Так, половина исследователей утверждала, что Вазалис провел всю свою жизнь в тиши аббатства Клюни. По мнению других, он преподавал в Сорбонне, активно участвуя в будораживших в то время университет горячих дебатах. К тому же, если с названием трактата соглашались все без исключения, то его содержание оставалось полной загадкой. Для некоторых деформа Мунди сводилась к переформулированию арабской космологии под влиянием Сигера Брабанского и Боя Цейдакийского, главных представителей авираизма. Противники этой гипотезы полагали, что Вазалис напротив мог предвосхитить теорию свободного падения и движения тел по наклонной плоскости, которая тремя с половиной веками позже стоила Галилею папского интердикта. Эти противоречивые теории приводили к нескончаемым перепалкам между специалистами. В действительности никто не знал в точности, что именно заключал в себе деформа Мунди. Около восьми часов вечера, когда Валентина уже собиралась отказаться от борьбы, компьютер пискнул, извещая о прибытии нового сообщения. О заглавленной «Дорога в ад» файл демонстрировал характерный для Вермейра стиль. Примечание. Дорога в ад. Название шестого альбома группы ACDC. Конец примечания. «Салют, крошка! Полагает, ты уже достаточно настрадалась сегодня. Услуга за услугу, не забывай!» К сообщению прилагался некий документ. Валентина открыла его без особой надежды, уверенная, что имеет дело с одним из тех глупых розыгрышей, на которых юга был большой мастак. А она ошибалась. Вермейр прислал репродукцию довольно удачного эскиза, нанесенного черным камнем или свинцовой иглой на неустановленную основу. Скан был очень плохого качества, почти размытый, как если бы воспроизводил какую-то старую фотографию, а не подлинный документ. Валентина никогда не видела этот этюд, но композиция напомнила другой рисунок, который попался ей на глаза несколькими годами ранее, когда она проходила практику в библиотеке Ватикана. Распечатав страницу, она направилась к горке картонных коробок, в которых валялись в перемешку музейные каталоги и монографии художников, ее трофеи, скопившиеся за годы работы и посещения музеев. Перерыв несколько картонок, она, наконец, обнаружила искомую брошюру. Уже через пару секунд Валентина открыла нужную страницу. Она поместила рядом скан, присланный Вермейром, и воспроизведенную в брошюре иллюстрацию. Два рисунка были поразительно похожи, как в деталях, так и в композиции. Стилистическое сходство позволяло полагать, что автором обоих являлся один и тот же человек, и что, если так оно и было, этюд можно расценить как подготовительную работу к окончательной версии. Последнее принадлежало к серии набросков на пергаменте, которые Боттичелли написал, иллюстрируя божественную комедию, по просьбе Лоренцо Медичи, кузена и тезки Лоренцо Великолепного. В данном случае речь шла об иллюстрации к десятой песне произведения, в которой Данте рассказывал о своем путешествии в шестой круг ада, определенной для еретиков. Прорисованный металлической иглой, затем обведенной чернилами и частично раскрашенной, рисунок датировался началом девяностых годов XV века. На нем был изображен флорентийский поэт, легко узнаваемый благодаря традиционному колпаку и длинному красному плащу, который бродил по кладбищу в компании его проводника Вергилия, бородатого старца. Из-под приоткрытых крышек гробов вырывались языки пламени, среди которых можно было рассмотреть искаженные от боли лица проклятых. Двое мужчин были представлены на рисунке несколько раз по мере их продвижения по кладбищу. Начавшись в правом верхнем углу страницы, их путь заканчивался в противоположном нижнем углу, перед большой гробницей, на крышке которой имелась надпись «Здесь папа Анастасий заточен». Боттичелли в точности передал строки божественной комедии. Впрочем, и сам Данте довольствовался передачей средневековой традиции, которая ставила в упрек римскому папе его терпимость по отношению к монофизитскому расколу, произошедшему при Акакии Константинопольском в конце V столетия. Злонамеренные средневековые богословы за подобный широкий взгляд на вещи без раздумий отправляли его автора на пылающий костер. Обнаруженный Вермейером этюд довольно точно предварял окончательную версию иллюстрации. Основное отличие представляла выбитая на крышке гроба надпись. На сей раз речь шла не о папе Анастасии, а о неком Вазалиус Сорбоне, которого Боттичелли объявил главным адептом всех категорий ереси. Эта модификация была важна по многим причинам. Главное заключалось в том, что других древних ссылок на Вазалиуса в документах Вермиера не имелось. Если эскиз подлинный, значит, перед Валентиной находилось неопровержимое доказательство того, что Вазалис не был выдумкой группы просвещенных ученых. Тот факт, что Боттичелли осмелился назвать его, означал, помимо прочего, и то, что в конце XV века в кругу людей образованных, или, по крайней мере, в неаполитанском обществе, куда был вхож художник, Вазалиса воспринимали как реального человека, а не как легенду. Вторая занимательная сторона этого этюда была сугубо художественной. До сих пор ни один из подглавительных эскизов Боттичелли к его работе над божественной комедией обнаружен не был. Представленные на обратной стороне пергамента, на который некто Никола Монгона переписал текст Данте, иллюстрации пропали, вскоре после их создания. Девять из них, в том числе та, на которую смотрела сейчас Валентина, были случайно найдены в XVII веке в библиотеке Ватикана внутри некоего сборника, принадлежавшего прежде шведской королеве Христине. Вторая группа в количестве 83 листов была идентифицирована двумя веками позже у одного парижского библиотекаря и, перейдя в руки герцога Гамильтона, в 1882 году была перекуплена директором Берлинского королевского кабинета рисунков и истампов. Почти все рисунки Боттичелли были в конце концов обнаружены. Рисунки! Но не наброски к ним. После изучения компетентными учеными этот эскиз мог пролить свет на творческий процесс художника, о котором, казалось, уже невозможно было узнать что-то новое. С точки зрения искусствоведения в руках Вермейра оказалось необычайное сокровище. Валентина даже представить не могла, какой ценовой планки достигнет рисунок, если будет выставлен на торги. Упоминание Вазалеса могло лишь увеличить его стоимость, так как оно добавляло к авторитетной подписи Боттичелли некий драматический элемент, на который так падок рынок искусства. Валентина схватила трубку и по памяти набрала номер друга. — Мой мизинчик говорит мне, что это моя любимая простолюдинка, — услышала она голос Вермейра. — Примечание. — Мой мизинчик говорит мне идиоматическое выражение. Эквивалент русского выражения «птичка на хвосте принесла». — Конец примечания. — Ну как, я тебя хоть немножко порадовал? Валентина не была настроена шутить, она сразу же перешла к делу. — Где ты нашел этот рисунок? — всухо спросила она. — Пути Господни неисповедимы, ты же знаешь. Перестань, Хьюго. Я целый день потратила на твою ерунду. Если бы ты сразу прислал мне этот эскиз, я избежала бы серьезной головной боли. По твоей вине я распечатала по меньшей мере пятнадцать статей на немецком. Так и было задумано. Лишь погрузившись в этот поток несущественных документов, ты смогла оценить всю важность рисунка. Простой вопрос психологии. — Где он находится, Хьюго? — повторила Валентина. — Если скажу, что не имею об этом ни малейшего понятия, поверишь? — Нет. — Тем не менее, это истинная правда. У меня есть лишь его фотография. С ним их сделан какое-то время назад и сам по себе очень плохой, как ты могла заметить. Что стало с подлинником, мне неизвестно. Я его никогда не видел. Вермер сделал небольшую паузу. То, что он собирался сказать, вряд ли понравилось бы Валентине. Он знал это наверняка и приготовился к новому выплеску раздражения. — Буду честным до конца, я даже не уверен, что это действительно Боттичелли. — Ты что, издеваешься? — Зачем тогда ты мне его прислал? — Успокойся. — Самое интересное здесь то, как именно попало ко мне это фото. Будешь слушать или же нет? Валентина, казалось, немного утихомирилась. — Рассказывай. — Это произошло лет шесть или семь тому назад. Как раз накануне моих небольших проблем с законом, ну, ты и сама знаешь, Вермер всегда проявлял нехарактерную для него сдержанность, когда речь заходила о его конфликтах с законом. Когда это началось, они с Валентиной уже были знакомы, она несколько раз обращалась к нему за помощью, как к эксперту, не подозревая, что он связан с целой сетью торговцев произведениями искусства. Пелена спала с глаз лишь когда ее пригласили в отделение полиции для дачи показаний. После этого она долгое время вообще не желала видеть Вермера. Прошло не меньше года, прежде чем голландцу удалось наконец убедить ее, что его преступная деятельность сильно преувеличена следователями и что в любом случае он подвел решительную черту под этим периодом своей жизни. Его поддержка в то тяжелое для Валентины время, когда ее выставили из Лувра, устранила последнюю настороженность в отношении к нему со стороны молодой женщины. Конечно, Вермер не был образцом высокоморального гражданина, но он никогда не отказывал друзьям и отличался завидной компетентностью во всем, что касалось искусства. — Я получил этот снимок по почте, — продолжал он. — Подобные заказы поступали мне каждый месяц. Мне присылали репродукцию того или иного произведения, адрес, по которому следовало его искать, и аванс наличными. Когда я находил нужный предмет, то обеспечивал доставку, получал недостающую сумму и мгновенно все стирал из своей памяти. При желании я мог быть таким забывчивым. Только на сей раз все закончилось, едва начавшись. Шпики нагрянули в тот самый день, когда посредник должен был сообщить адрес, по которому находился рисунок. Мне всегда казалось, что то была не случайность. — Что заставляло тебя так думать? — Ищайки часами расспрашивали меня насчет заказчика этой кражи. Его я не знал, но выторговал полную амнистию в обмен на имя посредника, вошедшего со мной в контакт. И полиция задержала посредника. Спустя неделю флики обнаружили его тело в багажнике машины с двумя пулями в голове. Я понял, что не в моих интересах проявлять настойчивость, но фотографию все же сохранил. Так, на всякий случай. — Значит, тебе неизвестно, где сейчас этот рисунок? В то время он находился в Париже. Исходя из той информации, которой я располагал, достать его было расплюнуть. Какой-то особой защиты там не было, ни охранника, ни сигнализации, ни сейфа. Я бы заполучил его за пять минут и без всякого риска. Какая жалость. Да и деньги за столь легкую работу просто огромные. Думаю, кто-то провернул тот дельца вместо меня. Счастливчик. Кого мог заинтересовать набросок? Уверена, у тебя есть на этот счет определенные соображения. Список длинный. Едва ли не все музеи мира. Большинство частных коллекционеров. Да кто угодно. Эти гаденыши из Ватикана, разумеется. Им точно не нужно, чтобы имя Вазалиса всплыло на поверхность. А ты не преувеличиваешь? Их церкви пусты. А они потеряют последних верующих, если список тех, кого они ни за что превратили в пепел, расширится. Не пари чушь, Хьюго. У меня уже нет сил это слушать. Не надо, пожалуйста. Просьба не подействовала. Вермейр не намеревался упускать случай развить собственный вариант теории заговора. Я забыл внести в свой перечень ЦРУ, Найк и всю эту мультинациональную мерзость. Как только речь заходит о бабках, может быть уверена, эти негодяи уже где-то рядом. За все эти годы Валентина так и не поняла. То ли он излагает такого рода глупости вполне серьезно, то ли просто дурачится, делая вид, что верит в них. В любом случае, даже если Вермейр и шутил, то ничем этого не показывал. Валентина решила сама покончить с иступленным восторгом друга, захват сфер влияния и оккультурация масс. Можешь не продолжать, я в курсе. Когда Вермейр уходил в разглагольствование, его было невозможно остановить. Он мог часами нести чушь на любую тему, будь то убийство Кеннеди или же проникновение наркокартелей на европейские финансовые рынки. Добрую половину ночей он проводил в навигации по тем интернет-сайтам, на которых параноики всего мира обменивались так называемой конфиденциальной информацией. — Слушай, Хьюго, — вздохнула Валентина, — с меня на сегодня довольна. Если у тебя больше нет ничего конкретного на Вазалеса, то я пошла баеньке. Валюсь с ног от усталости. — Не сердись. Я отослал тебе все документы, какие были. Больше у меня для тебя в самом деле ничего нет. — Зато, если тебе нужен адрес прибежища Элвиса, могу просветить. Не интересует? — Почему же? Всегда мечтала узнать. — Правда? Валентина даже не нашла в себе сил разозлиться и просто бросила трубку. — Да пусть он катится к черту, этот вермер с его капризами избалованного ребенка. Как говорится, Горбатого могилы исправят. Либо принимай его таким, как есть, либо прекращай всякое общение. Валентина отнесла свою вспышку агрессивности насчет загубленного вечера и решила пойти спать. Завтра у Элиаса Штерна ее ожидает целый день напряженной работы. Нужно восстановить силы. Статьи, посвященные Вазалесу, валялись на полу рядом с компьютером. Валентина со всех сил пнула стопку бумаг. Листы, исписанные немецкими словами, разлетелись по паркету, и ей тотчас же стало гораздо лучше. — Да. Глава десятая Даже зная Анну, как говорит Сот и До, Давид ничего не мог с собой поделать и неизменно попадался на ее крючок. С момента их последней встречи прошло около двух месяцев, но и, будучи готовым к тому, что она, как обычно, предпринял попытку соблазнить его, столь откровенного наступления он никак не ожидал. Опустившись на стоявший напротив диван, Анна перекладывала ногу за ногу до тех пор, пока не нашла идеальную позицию для того, чтобы явить ему в лучшем свете свои обтянутые сеточкой стройные ножки. Анна продемонстрировала неуклюжую попытку подтянуть пониже именю юбку и тяжело вздохнула, обнаружив явный недостаток ткани. При этом она ни на секунду не сводила с него больших зеленых глаз. Как ни старался Давид убедить себя в обратном, Анна ему нравилась. Подача тестостерона резко увеличивалась, каждый раз едва гибкая и точеная фигура молодой женщины попадала в его поле зрения. Анна это знала и не упускала возможности злоупотребить его слабостью. Давид хотел избежать ее взгляда, но попытка оглушительно провалилась. Обманчивая невинная улыбка красотки сменилась откровенно порочной, когда вдруг дверь открылась, и в квартиру вошел Поль, нынешний бойфренд Анны. Поль подошел к Давиду пожать руку, процедил сквозь зубы, как поживаешь, и, скинув в велюровый пиджак, тоже сел на диван. За все это время Анна ни на мгновение не отвела глаз от Давида. Юбка как-то незаметно уползла вверх, открыв еще несколько квадратных сантиметров божественных ножек. Решительно настроенный не доставить ей удовольствия поймать его на нескромном подглядывании, Давид сделал все возможное, чтобы сохранить безразличный вид. Вырвавшись, наконец, из когтей ее взгляда, он с некоторым смущением посмотрел на поле. Посвятила ли его Анна в детали их отношений, и если да, то до какой степени? В отношениях с ней выбор вариантов был невелик — полная капитуляция или бегство. Добрую половину последних десяти лет Давид метался между двумя этими опциями, придя, в конце концов, к некоему, неудовлетворяющему полностью обе стороны, статус-кво. Он жил своей жизнью, Анна — своей, гораздо более богатой и насыщенной, и ни одному из них такая ситуация не нравилась, особенно Давиду. В целом, картина не была исключительно мрачной. По крайней мере, его психическое здоровье больше не зависело от настроения Анны, потому что Анна была настоящей фурией. В этом были и свои довольно значительные преимущества, особенно в сексуальном плане, но и неудобств это доставляло несоизмеримо больше. Жизнь рядом с ней состояла из непрерывной последовательности кризисов, конфликтов и жарких споров, прерываемых не менее горячими любовными порывами. Санная любая искра могла вызвать атомный взрыв. О существовании таких понятий, как умеренность и золотая середина, она, вероятно, даже и не догадывалась. Для нее жизнь пары сводилась к постоянному преодолению трудностей в отношениях с любимым человеком. Она никогда не давала передышек, так как повседневных трудностей оказывалось недостаточно для воспламенения чувств и возбуждения конфликтов. Она придумывала ничтожные предлоги для развязывания враждебных действий. В итоге все, разумеется, оканчивалось яростной схваткой в постели, но мимолетность этого удовольствия не стоила стольких огорчений. Давид прожил с ней десять месяцев на втором курсе университета. На то, чтобы прийти потом в себя, ушло три года. С тех пор они довольствовались тем, что спали при удобном случае, то есть часто, когда Анна ни с кем не встречалась, едва ли реже, когда у нее появлялся парень. Все остальное время они старались пересекаться как можно реже. Со своей стороны, Поль, похоже, неплохо приспособился к взрывному характеру спутницы. Физиономия его выглядела вполне упитанной, взгляд не метался загнанно по сторонам. Да и вообще он не казался чрезмерно обидчивым, что было свойственно большинству жертв Анны. По крайней мере, пока. Со временем все могло измениться. С Анной любая волшебная сказка всегда заканчивалась плохо. Давид заплатил слишком большую цену, чтобы узнать это. Поль и Анна познакомились с прошлым летом на каком-то семинаре в Коллежде Франс. Она наводила последние штрихи на свою докторскую по искусствоведению. Он только что получил престижную должность в Эколе Нормаль Суперьер. Они оба представляли собой квинтэссенцию эффективности французской образовательной системы. Элита нации в смешанной парной версии, годы упорной учебы, тысячи евро, полученных в виде различных стипендий и субсидий, десятки преподавателей, пытавшихся вложить в их бурлящие мозги лучшее из своих знаний, и все это для того, чтобы голубки проводили время в постели, вместо того, чтобы думать о будущем нации. Полнейшая бесхозяйственность и пустая трата денег. Вскоре Анна выложила Давиду причину, из-за которой пригласила его в гости. «У меня хорошая новость», — начала она. «Мы с Полем решили пожениться». Влюбленные, по всей видимости, рассчитывали получить согласие Давида, или, по крайней мере, вызвать у него какую-нибудь реакцию. Головы их качнулись одна к другой, на лицах проступило то заговорщическое выражение, какое бывает у достигших полного взаимопонимания любовников. Давиду едва не сделалось тошно. Вместо ответа он глупо улыбнулся и, без особого нетерпения, стал ждать продолжения. Зная Анну, можно было не сомневаться, что она не удовольствуется одним лишь объявлением о свадьбе. Любое событие исторгало из нее фонтан скороспелых комментариев, мыслительную же деятельность она всегда оставляла на потом. А поскольку гормонам Анна всегда давала больше автономии, нежели нейтронам, то и сожалеть о собственной импульсивности ей приходилось весьма нередко. И, конечно, она была не из тех, кто признает свои ошибки, даже когда становится слишком поздно. — Я очень хочу, чтобы Поль стал отцом моих детей, — продолжала Анна, награждая соседа бесконечно нежным взглядом. Фраза была столь прогнозируемой, что чувство омерзения у Давида лишь усилилось. Хотя Поль был, по меньшей мере, четвертой любовью на всю жизнь отцом моих детей, как их представляла ему Анна, он никак не мог смириться с мыслью, что она будет счастлива, в то время как самого его постигнет полнейшее душевное отчаяние. — Великолепно! — вежливо отозвал сон. — Дату уже выбрали. Анна настаивает, что мы обязательно должны расписаться еще до первой годовщины нашей встречи, — подал голос Поль. — Ты же ее знаешь. Горячая и страстная. Вот именно, осел, горячая и страстная. Она бросит тебя накануне свадьбы, когда все приглашенные уже приедут, а ты подаришь ей бриллиант размером с мячик для гольфа, — мысленно добавил Давид. Потом она вся в слезах прибежит ко мне, и все твои друзья будут смеяться над тобой до конца жизни, а так оно наверняка и будет. Резюме этих глубоких мыслей уложилось в нескольких словах. Уверен, вы будете очень счастливы. Он произнес эту фразу характерным для себя тоном, лицемерно искренним и теплым, но с едва уловимым оттенком снисходительного презрения. После того, что случилось с ним в последние годы, Давид едва ли был склонен верить даже в самовозможность некоего высшего земного счастья. Поэтому-то, что такое чуме, как Анна, удастся к чему-то подобному приблизиться, казалось ему верхом несправедливости. — Ты действительно так считаешь? — спросила Анна, от которой этот едва заметный нюанс не ускользнул. — Ни секунды в этом не сомневаюсь. Вы созданы друг для друга. Это бросается в глаза. Давид бесстыдно лгал, и Анна это знала. Она обожала подобные ситуации. Видя, как он барахтается в джунглях собственных чувств, она испытывала ни с чем не сравнимую радость. За словами Давида последовало долгое молчание. Анна и Поль воспользовались им для страстного поцелуя, чем вызвали у гостя новый приступ отвращения. Поль почувствовал себя обязанным проявить интерес к гостю, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть полноту своего счастья на фоне эмоциональных и профессиональных невзгод гостя. Ну, а ты, Давид, чем сейчас занимаешься? По правде сказать, ничем особенным. Со следующим вопросом вышла небольшая заминка. Блестящий молодой ученый, Поль еще мог понять ту праздность, которую превозносил Цицерон или какой-нибудь тупица, умерший по меньшей мере две тысячи лет назад, в те благословенные времена праздное времяпрепровождение все еще являлось признаком благовоспитанности. Но мысль о том, что и в наши дни можно бессовестно предаваться этой деятельности, была ему омерзительна. Приняв оскорбленный вид, Давид видел нечто подобное в исполнении героя одного из старых 80-х годов выпуска сериалов, он спросил, как это? Пытаюсь побить рекорд длительности написания докторской. Надеюсь закончить к сорокалетию. Хотя теперь, после смерти моего научного руководителя, есть шанс дотянуть до шестидесятилетия. Соболезнующая улыбка Поля подвигла Давида продолжить игру в роли асоциально-депрессивного элемента. К несчастью, эта роль подходила ему как нельзя лучше, и он почти не выходил из нее. — А так как женщины не одаривают меня знаками благосклонности уже лет сто, — продолжал он, — то жизнь моя воистину несчастна. Еще вопросы будут? Или я могу пойти домой, готовиться к суициду? Давид достиг цели. Поль неуклюже заерзал, как будто сидел на доске с гвоздями. Не хотел тебя обидеть. Пробромотал он. — Не волнуйся, — успокоила его Анна. Давид шутит. Он обожает ставить людей в неловкое положение. По правде говоря, Давид хотел лишь, чтобы его оставили в покое. Но то было не во вкусе Анны. — Ты ведь шутишь, не так ли? — настаивала она. — Давай, скажи ему. — Ну да, шучу. С тем же невозмутимым видом, — ответил Давид, — дурака валяю. О суициде и речи быть не может. Пока не пересплю со всем агентством «Элит», включая секретарш и уборщиц. Давид забыл, что одно из главных качеств Анны заключалось в ее способности повергнуть человека в самые глубокие бездны отчаяния с помощью двух-трех фраз. Она немедленно ему об этом напомнила. — Хватит изображать из себя подростка-недоумка, — Давид. И не переживай, с первой же волной разводов у тебя тоже появится шанс создать семью. В воображении Давида возникла картина ангельская личика Анны, обрамленная ореолом гемоглобина. Он добавил немного печали глазам, придал страдальческого выражению губам. Все, готово. Неплохо. Более реалистично не вышло бы и у Монтеньи. Примечание. Андреа Монтенья, 1431-1506 годы, итальянский живописец и гравер, представитель раннего возрождения. Произведения Монтенья отличаются строгой архитектоникой композиции, чеканностью форм, сильными ракурсами, иллюзионистическими эффектами. Конец примечания. Словно прочтя его мысли, Анна изобразила притворное смущение. — Ой, извини, не хотела тебя огорчить. Разумеется, она с превеликим удовольствием загнала бы его в пучину депрессии и радовалась бы каждый раз при виде его помрачневшего лица. В последний раз Давид наблюдал эту довольную улыбку восьмью годами ранее. Анна ушла от него без какого-либо предварительного уведомления. Шло к этому давно, но он, глупец, ничего не замечал. Тогда ему хотелось ее убить. Он и сейчас не знал, как сумел не поддаться искушению. Но самое худшее заключалось в том, что Анна, вероятно, и не была так уж и виновата. Пять лет денно и ночно работал Давид над докторской по философии, но так и не пришел в своих исследованиях к какому-то значительному результату. Его научный руководитель выбросился из окна. Декан, то есть самый могущественный человек Сорбонны, ненавидел его и грозил раздавить как букашку. Изображать из себя оптимиста у него не было ни малейших оснований. Его краткосрочные профессиональные перспективы колебались в промежутке от туманных до ничтожных. Если ему вдруг удастся закончить диссертацию, чудеса порой случаются, его ждет блестящее будущее ученого, живущего на пособие по безработице. А пока, в ожидании этой многообещающей участи, он главным образом выживал благодаря одной небольшой подработке, которая состояла главным образом в ходьбе по бесконечным коридорам, поиске книг на запыленных полках и выслушивании наставлений сварливых начальничков, получивших возможность отыграться на нем за 30 лет профессиональной скуки. И зарплату, если это вообще можно было назвать зарплатой, Давид получал столь маленькую, что ему каждую неделю звонили из банка, требуя покрыть недостающую сумму задолженности. По принципу системы сообщающихся сосудов Давид обращался тогда к родителям. Периодически они играли в одну и ту же игру. Давид звонил матери с мольбами о помощи. Та изображала колебания, заявляла, что нужно переговорить с отцом и вешала трубку, сетую на гнусного отпрыска, посланного ей Богом. На следующее утро по почте приходил чек, и Дэвид, униженный и пристыженный, ему, наверное, было бы легче пользоваться деньгами, полученными от наркотрафика, торопился с ним в банк. Он считал для себя долгом чести забывать поблагодарить спасителей до последнего дня следующего месяца, когда очередной ультиматум банка вынуждал его вновь набирать их номер. Давид размышлял о трудностях интеграции в безжалостное общество потребления суперквалифицированных 30-летних мужчин, когда Поль предложил пойти выпить аперитива. Они переместились за стол гостиной, на котором уже стояли стаканы, полупустая бутылка мартини и тарелка с быстро замороженными закусками. Воспользовавшись паузой, Анна вновь ринулась в атаку. — Ты не можешь так больше жить, Давид. — Ты должен действовать. — Спасибо за совет. — Подумай о нем на досуге. Анна умела быть не только надоедливой, но и упрямой. Вступив в ту жизненную стадию, когда на первое место выходит создание комфортной материальной среды, она никогда не понимала, что такого особенного нашел Давид в своем руководителе, Альберик Ада. На ее взгляд он попросту терял время, поддерживая отношения с этим от всего отказавшимся, живущим затворником в некоем анахроническом и замшелом мире стариком, а любовь и его увлеченность древними рукописями и вовсе заставляла ее сомневаться в его умственных способностях. Не говоря уже о том, что выбор научного руководителя, чье влияние ограничивалось пределами его кабинета, оставлял Давиду ничтожные перспективы трудоустройства. А тут еще, как нельзя кстати, этот научный руководитель взял да умер. Пятью годами ранее Альбер Када убедил Давида в абсолютной необходимости посвятить все свободное время, в том числе вечера и выходные, поиску некоего безвестного трактата, написанного в конце XIII века одним загадочным ученым, о существовании которого давно все забыли. Те немногие избранные, коим посчастливилось иметь в своем владении или хотя бы просто прочесть отдельные отрывки из деформа Мунди, единственного известного произведения Вазалеса, добавил он с заговорщическим видом, тот, кто стал в ту минуту его ментором, приходили в полный восторг от прочитанного. На деле поиски оказались гораздо менее романтическим занятием, чем представлялось поначалу. Несмотря на оптимизм Альбера Када, Давиду так и не удалось найти хотя бы малейшее подтверждение существованию материалов, которые помогли бы постичь тайну деформа Мунди. Анна никак не желала угомониться. — Заканчивай диссертацию и начинай шевелиться. Найди настоящую работу. Все равно какую. Любая будет лучше того, чем ты занимаешься сейчас. Это было уже слишком. Давид почувствовал, как в нем поднимается волна гнева. — Хочешь, чтобы я тоже стал секретарем? — бросил он. — К сожалению, но несколько граммов гордости у меня еще осталось. По окончании учебы Анна поступила на какую-то оплачиваемую ниже среднего должность в одной из художественных галерей правого берега, расположенную на площади Бастилии. Она занималась всем понемножку, от управления персоналом до организации выставок, но получала зарплату секретарши, что окончательно обесценивало ее деятельность в глазах Давида. И потом, пусть он и отказывался это признавать, его задевал тот факт, что Анна уже нашла себе место в жизни, тогда как сам он довольствовался тем, что жалел себя самого. К его величайшему разочарованию этот удар ниже пояса не достиг цели. — Ты плохо понял. Спокойным голосом ответила Анна. — Я не секретарша, а помощница директора галереи. Это не одно и то же. Тебе приходится ходить в мини-юбке и готовить шефу кофе, так ведь? Ты обычная прислуга и ничего более. — Называй свою работу как хочешь, если тебе от этого легче. — Дурак. — Дура. Будь у него возможность расплавиться и исчезнуть в щелях плиточного пола, Поль сделал бы это без раздумий. С внезапно позеленевшим лицом он поднялся на ноги и, не говоря ни слова, отправился в уборную. Он не понимал, что такой вот незамысловатый выплеск агрессивности помогает им успокаиваться. — Придешь завтра на вернисаж? — спросила Анна. Еще не решил. — Я не собираюсь тебя умолять, Давид. Мне просто будет приятно, если ты придешь, вот и все. Я вкалывала, как проклятая, чтобы организовать эту выставку. Вросив взгляд на дверь уборной, Давид удостоверился, что Поль все еще далеко и их не слышит. — Собираешься действительно выйти замуж за этого болвана? Грубость вопроса не смутила Анну. — Да, а что? — Только не говори, что тебя волнует моя личная жизнь. — Теперь, когда... — Признай, ты ведь умираешь со скуки с этим парнем. Да, он симпатичный и настоящий работяга. Что есть, то есть. Но он же такой зануда. — Ты ревнуешь. Потому что Поль способен жить с женщиной, не сводя ее с ума. Вот только не надо менять роли, дорогая. Если кто здесь и любит закатить истерику, то только ты. Я же со своей стороны всегда довольствовался тем, что отвечал на твои капризы. В нормальной жизни с нормальными людьми я веду себя очень тихо. — Давай, скажи честно хоть раз. Тебе ведь меня не хватает. Разве нет? В ответах Анны никогда не бывало двусмысленности. Скрытая скатертью, ее ступня коснулась колена Давида и начала подниматься выше. Такого Давид от нее не ждал и инстинктивно сжал бедра. Анна обладала редкой способностью вызывать смутную тревогу у всех представителей противоположного пола, которые хоть чуточку ее знали. Спокойно услышал он ее хриплый, похожий на рычание шепоток. — Расслабься и получай удовольствие. От соприкосновения с ее пальцами его словно током ударило. Должно быть, это произошло из-за некого свойства ее колготок. Или тело Давида давало знать, что он уже готов вновь переспать с Анной. Он предпочел первую гипотезу, так как вторая влекла за собой кучу неприятностей. — Ты прав, — продолжала Анна. — Поль обладает массой совершенно чуждых в тебе качеств. — Но с тобой мне гораздо веселее. И дело здесь не только в твоем чувстве сарказма. В каком-то роде вы дополняете друг друга. Если хочешь, можем продолжить этот небольшой разговор там, где мы его прервали в прошлом году. Ему совместная жизнь, тебе все остальное. — Поль об этом никогда ничего не узнает. Он слишком занят, чтобы еще и ревновать. Давид не успел сказать, насколько пугает его перспектива делить с ней минуты близости, пусть даже и с перерывами. Вернулся Поль, бормоча извинения по поводу своего поспешного ухода. Анна адресовала ему нежную улыбку, но нога ее продолжала неумолимо приближаться к промежности бывшего бойфренда. Глава одиннадцатая Несмотря на неважные качества репродукции, Хьюго Вермейра странным образом тянула к эскизу Боттичелли. В этом не было ничего нового. Рисунок не выходил у него из головы уже около шести лет, с той самой минуты, когда он вытянул фотографию из безымянного конверта, который передал посредник. Эту слабость к эскизу, которую он никогда не держал в руках, Вермейр не мог себе объяснить и по сей день. Она оставалась для него настоящей загадкой. В первой жизни Хьюго через его руки прошли сотни других произведений. Большинство из них едва ли стоили того риска, на который ему приходилось идти, чтобы украсть их. Другие были такого качества, что он отдавал их заказчикам с сожалением. Однако же ни одно из них не вызывало столь сильных эмоций. Эти несколько рощерков пера очаровали его, словно в них таилась некая сверхъестественная сила, которую не удавалось ни постичь, ни идентифицировать. Даже возможность того, что это мог быть подлинной Боттичелли, всего не объясняла. Хьюго не был фетишистом, громкая подпись не имела для него ровным счетом никакого значения, если качество произведения не соответствовало уровню таланта его автора. Чем больше он пытался осмыслить это наваждение, тем яснее приходил к пониманию того, что внезапное появление эскиза совпало с переломным моментом его жизни. Последовательность событий выглядела слишком определенной, чтобы быть случайной. Даже если это могло показаться бессмысленным, вся его жизнь теперь была так или иначе связана с этим рисунком. Если бы Вермеер верил в некую божественную трансцендентность, возможно, он увидел бы в нем орудие своеобразного искупления. В то утро, когда к нему домой вломились парни из уголовной полиции, Вермеер понял, что о прошлой жизни ему придется забыть. Зная, что за ним может вестись слежка, он всегда проявлял просто-таки маниакальную осторожность. В доме его никогда не имелось ничего такого, что могло бы указать на его криминальную деятельность. Тем не менее, в тот день, когда он получил репродукцию эскиза Боттичелли, Хьюго отошел от этого правила. Не смог устоять перед желанием принести рисунок к себе, чтобы в тот же вечер изучить во всех деталях. На следующее утро с рассветом в квартиру вломились шпики и безжалостно вытащили его из постели. На то, чтобы обнаружить конверт, содержащий фотографию и значительную сумму наличными, полученные им в качестве задатка, у них ушло менее двух минут. За те десять лет, что Хьюго Вермеер занимался незаконной торговлей произведениями искусства, это была его первая ошибка. Но и ее оказалось достаточно. Вермееру светил долгий срок. Для такого человека, как он, это было наименьшее зло. Уж лучше провести несколько лет в тюремной камере, чем целую вечность под мраморной плитой. Перспектива, конечно же, прискорбная и определенно крайне неприятная. Но, выйдя на свободу, он еще смог бы несколько лет наслаждаться жизнью. Но, к немалому удивлению Вермеера, следователь, занимавшийся его делом, почему-то решил все свои усилия сосредоточить на заказчике кражи. И даже готов был идти на значительные уступки, лишь бы добраться до него. Вопреки всем ожиданиям, в конце концов, он предложил Вермееру следующее. В обмен на имя посредника, который должен был координировать операцию, он отпускает голландца и отзывает все предъявленные обвинения. Похоже, комиссар полагал, что у него еще будет возможность прижать спекулянта, что рано или поздно один из его сообщников согласится сотрудничать со следователями и преподнесет им его голову на блюдечке. Все, что от комиссара требовалось, лишь немного подождать. И даже если, что представлялось маловероятным, Вермееру удастся ускользнуть, когда-нибудь один из конкурентов пристрелит голландца ради его части прибыли. Вермеер хотел играть в высшие лиги, тем хуже для него. Полицейский понял свою ошибку двумя сутками позже, когда его люди обнаружили труп посредника. Тело нашли километрах в пятидесяти от Парижа в заброшенном подвале с двумя пулями во лбу. Никто из обитателей дома, как обычно, ничего не видел, а никаких следов, ни гильз, ни отпечатков пальцев убийца не оставил. Так испарилась единственная зацепка полиции, а с ней и вся надежда на раскрытие дела. Больше ловить комиссару было нечего. Все свои материалы по делу он мог теперь спокойно пустить на оригами, если не хотел чувствовать себя совсем уже бесполезным. Хьюго Вермеер был его последним шансом спасти расследование. Комиссар детально изучил все его счета в банке и в художественной галерее, но ничего компрометирующего не обнаружил. За неимением лучшего он притащил в полицию всех знакомых Вермеера, в надежде на то, что хоть от одного из них удастся узнать нечто интересное. Напрасно старался. Все, без исключения опрошенные, отзывались о Вермеере как о человеке, конечно же, немного странном и даже эксцентричном, но признавали его честным и компетентным галеристом. Пределом этого безобразия стал допрос женщины-реставратора из Лувра, за ходом которого комиссар наблюдал через одностороннее зеркало. Когда следователи сообщили, в чем подозревается Вермеер, ее едва удар не хватил. Оказывается, безмерно доверяя другу, она несколько раз передавала ему для конечной экспертизы ценные предметы и картины. Как бы то ни было, Вермеер все вернул в музей, в том числе и серию этюдов Пуссена, которые он объявил подлинными и оценил примерно в полтора миллиона евро. Стоя за односторонним зеркалом, комиссар понимал, что присутствует при катастрофе, но ничего не мог с этим поделать. Это последнее показание подвело окончательную черту под его расследованием. Вермеер вышел сухим из воды. Больше у правосудия на него ничего не было. Столь чудесная развязка сильно изменила голландца, гораздо больше, чем он сам мог предположить. Покинув отделение полиции на своих двоих, Вермеер вдруг ощутил безмерную усталость. Он понял, что больше не хочет придумывать невероятные увертки, с помощью которых ему удавалось ускользать из-под наблюдения сил правопорядка. Не хочет заглядывать каждое утро под машину, чтобы удостовериться, что никто не прикрепил ночью к двигателю какое-нибудь взрывное устройство. Риск долгое время служил ему допингом, более того, всегда был главным источником мотивации. По сути, он с рождения имел столько денег, что спокойно мог прожить в достатке целую дюжину жизней. И лишь жажда адреналина подталкивала его к преступному бизнесу. Он мог бы выбрать автогонки, прыжки с тарзанки, даже алкоголь или наркотики. Торговлей и произведениями искусства он занялся из чистого снобизма, потому что в силу некого старого семейного атовизма полагал все прочие виды деятельности слишком вульгарными, недостойными человека его положения. Любой психоаналитик понял бы это уже через секунду, но комиссар не заметил. И то была его главная ошибка. Тем не менее, нож гильотины прошел слишком близко от его шеи, чтобы Вермеер не внял предупреждению. Из этого могла получиться занятная история. Достойная падка водосенсаций журнала, прогнивший до мозга костей торгаш, который находит путь истинный, благодаря старинному изображению преисподней, присланному неведомым незнакомцам. Некоторые получали биотификацию из-за гораздо меньшая. Святой Вермеер, преобразившийся на Дамасской дороге. А что, звучит неплохо. Голландец много во что верил, в том числе и в неотвратимость инопланетного нашествия, но любая форма религиозности была ему абсолютно чужда. Не говоря уж о том, что само понятие искупления по определению распространялось лишь на тех, кто обладал хотя бы малой таликой нравственного сознания, которое у него отсутствовало напрочь. Вермеер выбрал путь законности, а отнюдь нечестности. Нюанс значительный. Сам Хьюго находил это различие даже принципиальным. Естественно, ему хотелось прослыть этаким ангелочком в глазах общества, но он не имел ни малейшего намерения умереть со скуки. Заплутав в собственных мыслях, он машинально поднес большой палец ко рту и откусил крошечный кусочек сломавшегося ногтя. Хьюго в последний раз пробежал глазами текст, отображенный на экране компьютера. Эти несколько строчек стоили ему доброй половины ночи. Он тщательно взвешивал каждое слово, каждую запятую. Итоговый результат показался ему в полной мере соответствовавшим тому, что сидело в мозгу перед тем, как он приступил к редактированию. Он готовился к последнему шагу. Как только передаст эти несколько строк, возврата уже не будет. Если что и беспокоила Хьюго, то лишь реакция Валентины. Вероятно, она придет в ярость и будет иметь на то все основания. Но, в конце концов, пережила же их дружба разоблачения его скандального прошлого. И не только пережила, но даже окрепла. Валентина поймет. Она умная. Достаточно будет лишь объяснить ей ситуацию. В любом случае, отступать было поздно. Нужно действовать. Он и так ждал слишком долго. Он еще не знал, какими будут последствия этого решения, но чувствовал, что сможет с ними справиться. Легкая дрожь пробежала по его лицу, когда он нажал на клавишу «Отправить». Глава двенадцатая Как и обещала Нора, к тому моменту, когда лимузин доставил Валентину к особняку Элиаса Штерна, все уже было готово. На сей раз старик на крыльцо не вышел, предоставив право встретить гостю своей помощнице. После разговора, состоявшегося между ними накануне, Валентина ожидала, что Нора будет более общительной, но ассистентка фонда, напротив, сыграла свою роль с таким профессионализмом и сдержанностью, словно ничего особенного между ними не произошло. Не теряя времени, она предложила Валентине проследовать за ней в библиотеку. На этот раз все двери первого этажа были закрыты, и ни один другой сотрудник фонда на глаза Валентине не попался. В доме стояла глухая тишина, нарушаемая лишь шумом шагов молодых женщин по мраморным плитам, ведшего к лестнице длинного коридора. Еще никто не приехал, — поинтересовалась Валентина, как только они ступили на монументальную лестницу. Виржини и Изабель получили несколько выходных. Мсье Штерн пожелал, чтобы вы работали в более спокойной обстановке. Кроме меня и охранников в доме больше никого нет. — Сожалею, что вам пришлось остаться со мной в качестве сопровождающей. Пустяки. Мне нравится моя работа. Отдыхать у меня как-то не очень получается. Валентина тотчас же перевела это признание на понятный язык. Ассистентка Элиаса Штерна не имеет личной жизни, и стоило ей оказаться за воротами величественного особняка, как она тотчас же начинает умирать со скуки. С подобной проблемой, невозможностью отыскать в социуме себе подобных, сталкиваются все мономаны-библиофилы, приближающиеся к тридцатилетнему возрасту, но Нору, похоже, это не сильно беспокоило. Подойдя к библиотеке, она открыла дверь и жестом предложила Валентине войти. Кодекс лежал на установленном на столе аналое, напоминавшем тот, что находился в мастерской Валентины. — Вы принесли все то, что может понадобиться? — спросила Нора. — Валентина приподняла внушительных размеров медицинский чемоданчик, который держала в руке. — Все здесь. — Если чего-то будет недоставать, завтра заеду в мастерскую. — Отлично. — Я буду вынуждена вас здесь запереть, Валентина. — Из соображений безопасности. Надеюсь, вы понимаете. Несколько озадаченная Валентина посмотрела на нее с сомнением. — Не волнуйтесь. — поспешила успокоить ее Нора. — Вскоре вы сможете входить и выходить отсюда, когда сами того пожелаете. — Просто мы должны внести в систему биометрического опознавания отпечатки ваших пальцев. А для этого нужно дождаться прибытия техника. Пока же для выхода вам придется обращаться ко мне. — Как я смогу с вами связаться в случае необходимости? Нора указала на встроенный в стену прямо под панелью контроля двери интерфон. — Интерфон соединен с моим кабинетом. Нажимаете на кнопку и говорите. — Я буду вашей единственной связью с внешним миром. Перегородки здесь звукоизолированные, а передатчик помех блокирует волны переносных телефонов во всем здании. — Серьезные тут у вас меры безопасности, — заметила Валентина. — Не хуже, чем в музее. — Смею вас заверить. Мы располагаем гораздо лучшими средствами защиты, чем большинство музеев. — Хорошо. Значит, главное не паниковать, да? — Случись у меня приступ клаустрофобии. Мне нужно лишь нажать на кнопку, и вы тотчас же прибежите. Мой кабинет находится на первом этаже, сразу за кабинетом Си-Штерна, так что мне останется лишь подняться по лестнице. Но подобное положение вещей вам придется терпеть недолго. Как только ваши биометрические данные будут зарегистрированы, вы получите полную свободу передвижения. — Чудесно. — Уверена, что вам больше ничего не нужно? — Абсолютно. Так что можете идти работать. — Что ж, до скорого. Выйдя из библиотеки, Нора приложила большой палец правой руки к считывающему устройству и набрала код закрытия двери. Световой датчик счета управления сменил свет с зеленого на красный, и массивная бронированная плексигласовая плита встала на место. В комнате воцарилась мертвая тишина. Словно внешний мир вдруг перестал существовать. Валентина прижалась лбом к плексигласу, и так неподвижное простояло несколько долгих секунд. Через непроницаемое панно она различала мимолетные тени, но чем человеческим присутствием или же простыми изменениями свечения они были вызваны, понять так и не смогла. Поборов желание проверить, функционирует ли интерфон, она поставила чемоданчик на стол и принялась извлекать необходимые для работы вещи, несколько пар перчаток, набор кистей различной величины, пинцеты, вату, румакательную бумагу, небольшие пузырьки с дистиллированной водой, спиртом и самыми разнообразными химическими реактивами, которые тотчас же заняли свое место вокруг футляра. Работая в Лувре, она приступала к реставрации лишь после наведения справок о произведении, с которым предстояло работать по всем имеющимся в ее распоряжении документам. И лишь проникнув в самые глубины сознания автора, распознав тонкую механику его техники, она убирала документы и принималась за работу. Валентина выбрала профессию, предполагавшую тесное переплетение ручного труда и умственной активности. Для нее физический контакт с материальной основой произведения всегда был неразрывно связан со стимулированием ее собственного мозга. То, что она делала в своей мастерской, где ежедневно приходилось корпеть над жалкой мазней, Валентина реставраторской работы не считала. Использовать серые клеточки ей приходилось нечасто, тот факт, что они, как правило, отдыхали, на качестве никак не сказывался. Судя по всему, Элиас Штерн это отлично понял. То, что он предложил ей, было настоящим интеллектуальным возрождением. Глава тринадцатая. Штерн смирил мужчину, который сидел напротив, на стуле, стоявшем перед его рабочим столом, и которого он знал под именем Жюльена Суреля, суровым взглядом. — Уже усталимся, Сурель? — спросил он строго. Посетитель тут же перестал зевать. Он едва не возразил хозяину дома, что на часах нет и десяти, и что он лишь сорок минут назад сошел с самолета и не имел возможности ни принять душ, ни переодеться, ни тем более позавтракать. Изначально встреча должна была состояться, лишь на следующий день. По крайней мере, об этом договаривались и уже давно их секретари. Вот почему, сойдя с самолета, Сурель последовал за водителем фонда без всякой задней мысли и сел в припаркованный у аэровокзала роскошный лимузин с мыслью о двадцати четырех часах отдыха в гостиничном номере, но вместо этого получил неожиданную встречу в особняке старого торговца. Сурель ненавидел всякого рода неожиданности. Ему нравилось быть готовым к любым случайностям. Его педантичность часто превращалась в маниакальность, в этом не было ничего плохого. В его профессии, напротив, это скорее являлось необходимым качеством, по крайней мере для того, кто не спешит умирать. А Сурель намеревался прожить долгую жизнь. Неожиданное приглашение его весьма нервировало. Штерн явно рассчитывал вывести гостя из себя, чтобы получить психологическое превосходство. Стратегия не оригинальная, но действенная. Сейчас Сурель был не в состоянии мыслить ясно и оттого злился. Только бы не ввязаться в спор. Он проделал далекий путь не для того, чтобы высказать в глаза Штерну всю правду о его манере принимать гостей. Это можно было сделать, не покидая кабинета, оставаясь за тысячи километров отсюда, а главное в разумное время. Избежал бы восьмичасового перелета и по меньшей мере трех дней акклиматизации. К тому же Штерн мог, как только бы за ним Сурелем закрылась дверь, донести его слова до начальства. Торговец с картинами знал несколько прямых номеров шишек, доступа к которым Сурель не имел, даже несмотря на семнадцать лет работы на контору. Он отнюдь не горел желанием рисковать карьерой ради никому не нужного апоплексического удара, поэтому решил вести разговор в осторожном ключе. Слишком сильно затянутый галстук сдавливал горло, но он все же постарался задать регулярный ритм дыханию, для чего сконцентрировался на вдохе, сохранив при этом естественное выражение лица. Голос его прозвучал совершенно естественно и бесстрастно «Прошу меня извинить». Мой самолет приземлился в Лебурже менее часа назад. Я не спал около полутора суток и чувствую себя на пределе. — Вы знаете, что говорят о тех, кто рано встает? — пожурил его старик. — Будущее нас не интересует, мс. Штерн, и вам это отлично известно. Все наши усилия направлены на то, что происходит сейчас, хотя стоящие перед нами задачи и не из легких. — Ах, да, верно. Будущее находится в ведении ваших конкурентов, наших коллег, — поправил его Сорель. — Мы работаем в полной координации с ними. Торговец улыбнулся, словно услышал занимательную шутку. Он находил беседу приятной еще и потому, что исход ее был предрешен заранее. Ничто не мешало ему то и дело совершать разящие выпады, тогда как соперник боксировал одной рукой, держа другую за спиной. Агенту этого уровня было с ним не совладать. И, сознавая сей факт, Элиас Штерн решил воспользоваться преимуществом, чтобы немного развлечься. Его улыбка стала еще шире и достигла середины щек, перейдя от сарказма к откровенной иронии. — Продолжишь издеваться над моей формой, и я зарежу тебя как свинью. К несчастью, Сорель не мог позволить себе убить старика. Он немного ослабил узел галстука и, прикрыв глаза, сделал глубокий вдох. На этот раз он даже не стал скрывать, каких усилий стоит ему сдерживать гнев. Нервозность не ушла окончательно, но заметно отступила, благодаря чему ему удалось подавить позыв к убийству. — Достал уже этот Штерн. И долго еще он намерен третировать его, как какого-нибудь деревенщину. Да, он умеет убивать голыми руками двенадцатью разными способами. И что с того? Разве это мешает ему оставаться человеком культурным и образованным? Строго говоря, его и отправили на переговоры со Штерном, только потому, что, в отличие от коллег, защитивших, как он сам, докторскую по литературе, он был единственным, кто параллельно прошел курс искусствоведения. К тому же, благодаря бабушке Босконке и многочисленным летним каникулам, проведенным в фамильном доме в Сен-Жан-де-Люс, он говорил на безупречном французском. Штерн же, с упорством, достойным лучшего применения, видел в нем лишь безмозглого тайного агента. — Почему бы нам не сосредоточиться на причине моего визита, предложил гость, чтобы положить конец конфронтации на победу в которой, в этом он отдавал себе полный отчет, у него не было ни единого шанса? Штерн вяло кивнул. — Полагаю, ваше начальство поручило вам передать мне указания, и самое, думаю, приятное. — Что вы! — Никакие-то не указания. Всего лишь несколько советов относительно того, как следует вести это дело. Все-таки, как мне кажется, годовая дотация в 10 миллионов долларов, дает нам право на определенное вмешательство. — Мы хотим лишь удостовериться в том, что наши деньги хорошо инвестированы. Штерн раздраженно повел плечами. Улыбка на его лице сменилась угрюмым выражением. Кончиком указательного пальца он несколько раз крутанул одну из лежавших перед ним ручек, потом остановил ее и тщательно выровнял с другой. — У вас нет никаких причин сомневаться в этом. Я каждые полгода отсылаю детальный доклад о деятельности фонда. Наши счета безукоризнены. — Проблема не в этом, — возразил Сурель. — О счетах и вовсе речи не идет. Нам известно, что они в порядке. Дело в том, что у моего начальства, да и у меня тоже, возникли вопросы по поводу вашей новенькой. Проще говоря, мы весьма озабочены этим вашим выбором. — Привлечь Валентину Сави было абсолютно необходимо. Это блестящая молодая женщина. Я возлагаю на нее огромные надежды. В будущем она принесет фонду много пользы. К тому же она уже приступила к работе. Я не сомневаюсь в ее способностях. Меня интересует, насколько она надежна. Штерн развел руками, показывая, что в таком вопросе он беспомощен. — Ровно настолько, насколько может быть надежен человек, только-только вышедший из глубочайшей депрессии. Лично я убежден, что она придет в норму, как только вернется к настоящей работе. Надеюсь, моего мнения вам будет достаточно. Я редко ошибаюсь в подборе персонала. — Об этой девушке ходило много пересудов, — произнес безапелляционным тоном Сорель. — Перед тем, как окончательно зачислить ее в штат сотрудников, необходимо раз и навсегда решить вопрос с ее прошлым. — Если она действительно совершила ту ошибку, в которой ее обвиняют, она должна быть отстранена. Выбора у вас нет. Служащие фонда должны быть безупречны. Мы не можем позволить себе ненужный риск. Я попросил Нору разобраться в случившемся. — Если вам нужно с ней переговорить, она ждет в коридоре. — Позвать ее? Сорель покачал головой. — Нет, это ваша проблема. — Я не хочу вмешиваться в это дело, но я должен иметь полную картину произошедшего уже в ближайшие дни. Сорель замолчал и окинул комнату взглядом. Как и в каждый из предыдущих визитов, взгляд его остановился на Ван Гоге. На мгновение он утратил сосредоточенность. Торговец что-то сказал, и гостю пришлось делать усилия, чтобы вернуться к реальности. — Когда вы улетаете? — повторил Штерн. — У меня приказ оставаться в Париже до конца этого дела. Начальство настроено на этот счет категорично. Слишком велики ставки, как для вас, так и для нас. Как супервайзер проекта, я лично должен обеспечить его полный успех и в случае необходимости оказать вам помощь. — Остановитесь там же, где и всегда. — Да, в том же номере, что и прежде. Держите меня в курсе развития ситуации. Он выдержал небольшую паузу, а затем добавил, — Я здесь не для того, чтобы воевать с вами. Мы находимся лишь на начальной стадии нашего сотрудничества. Надеюсь, в дальнейшем наши отношения будут только улучшаться. Штерн, по всей видимости, не поверил ни единому слову. Сочтя себя вправе ничего не отвечать, он нажал скрытую под столом кнопку, и плексигласовая дверь отошла в сторону. Суроль поднялся со стула, легким кивком попрощался с хозяином и, не оборачиваясь, покинул комнату. Губы его растянулись в широкой улыбке. Теперь он чувствовал себя гораздо лучше. Разговор прошел хорошо, и ему удалось сохранить спокойствие, несмотря на ребяческие провокации торговца. Эта победа над самим собой доставила громадное удовольствие, которое возросло еще больше при мысли о мягкой кровати, ожидавшей в номере отеля. Умение подавлять эмоции пришло к нему само, со временем. В процессе первичной подготовки он научился многому — растворяться во враждебной среде, сдерживать возможные угрозы и устранять их в случае необходимости, но только не расслабляться, воздействуя на дыхание. Это Сорель открыл для себя уже на практике, по мере выполнения миссий. Он быстро понял, что в его профессии потеря самообладания есть путь к поражению, даже к смерти. И если о смерти он просто старался не думать, то мысль о том, что он может выставить себя в глазах коллег, неспособным к самоконтролю кретинам, была ему глубоко отвратительна. Для того, чтобы усмирять импульсы, он разработал собственную систему, в основе которой лежал сначала прием лекарственных средств, затем техника йоги, вкупе с умеренным, но регулярным потреблением легких наркотиков. Благодаря этой усердной работе над собой он смог не ударить в грязь лицом перед судьей в день развода, когда его благоверная заявила права на их домик, машину, двоих детей и даже собаку. Несмотря на снедавшее его желание убить эту сучку, Сорель стойко держал удар на протяжении всего заседания. Он даже ни разу не оскорбил жену, как-то подсказывал инстинкт, а, напротив, привел в ответ на ее требования сдержанные аргументы. Да, он ей изменил. Несколько раз, возможно, даже побивал ее. Редко, но такое случалось, он готов это признать. И сдержки стрессовой профессии. Подобные прегрешения можно, если не простить, то хотя бы понять. В любом случае, прошлое не вернешь, так почему взрослым, цивилизованным людям, не начать все сначала. В конце выступления Сорель напустил на себя сокрушенный вид и последние слова произносил дрожащим голосом, со слезами на глазах. Поза его могла служить метафорой покорности. Он целую неделю тренировал это выражение в гостиничном номере перед зеркалом ванной, стерновым венцом и многохвостой плеткой со свинцовыми кончиками. Он, вероятно, добился бы еще большего эффекта, но так как эти аксессуары были запрещены в помещении суда, пришлось делать ставку на умеренность и скромность. Несмотря на это, Сорель отнюдь не был недоволен своим выступлением. Если бы его попросили аттестовать речь, он выставил бы 15 из двадцати. Примечание. Во Франции двадцатибальная система оценивания знаний и тому подобного. 15 баллов можно рассматривать как пять с минусом по пятибальной шкале. Конец примечания. Однако же его усилия оказались тщетными, судья встал на сторону супруги. Этот придурок дал ей все, что она требовала, в том числе и опеку над собакой. Потеря детей не слишком расстроила Сореля. В конце концов, его отцовский инстинкт так и не развился, тем более, что его не бывало дома в среднем от трех до четырех дней в неделю, но вот от перспективы расставания с любимым псом сердце кровью обливалось. Тем не менее, комментировать столь неблагоприятное для него решение Сорель не стал, и все свои мысли сосредоточил на дыхании. Это сработало. Он почувствовал, как гнев отступает в отдаленные зоны сознания, и даже заговорщически подмигнул жене в тот момент, когда она садилась в машину, ярко-красную Хонду с откидным верхом, словно говоря, ну, как тебе моя игра после всего того, что ты заставила меня вынести. В тот же вечер, перед тем, как отправиться спать, он вернулся к себе, к ней отныне, и превратил небольшое спортивное авто в груду металла при помощи бейсбольной биты цветов Chicago Sox его любимой команды. Уничтожив машину бывшей супруги, Сорель почувствовал облегчение, даже расслабление. По возвращении в гостиничный номер он рухнул пластом на кровать, несмотря на черный день, и проспал почти двенадцать часов подряд, чего с ним не случалось целую вечность. Ничто не снимает стресс лучше доброй порции эндорфина. Да, тогда он немного сорвался, но с тех пор научился сносить любые обиды. Встреча со Штерном лишний раз это подтвердила. Нора ожидала в коридоре, прислонившись спиной к стене, она выпрямилась, когда Сорель вышла из кабинета и оглядела его с ног до головы, словно никогда и не встречала прежде. — Что у вас? — бросил Сорель вызывающим тоном. — Ничего интересного, — ответила молодая женщина. — У меня к вам один вопрос, совсем простой, касается вас лично. — Слушаю. — Я вот все спрашиваю себя, действительно ли вас так зовут, как персонажа романа, я имею в виду примечание. Жульен Сорель, герой романа Стендаля «Красный и черный», умный, рассудительный, негнушающийся в средствах, тщеславный, амбициозный лицемер. Сорель провел рукой по завитым волосам, поправляя растрепавшуюся в дороге прическу, затянул потуже галстук и выбросил из головы Штерна, чтобы сосредоточить все внимание на молодой женщине. В прошлой их встрече Нора относилась к нему с неизменным высокомерием. Этот неожиданный интерес к его персоне показался ему весьма многообещающим. Сорель почувствовала, как запульсировала вена, пробегавшая вдоль левого виска. Ему было хорошо знакомо это ощущение, девушка ему нравилась. Вот что означало это глухое биение. Он находил Нору с ее чопорным видом и безупречным шиньоном, из которого не выпадало ни единой непокорной пряди, очень привлекательной. Именно такими он представлял себе героинь романов XIX века, которыми была завалена библиотека его бабушки с дедушкой, и которой он поглощал в неимоверных количествах, когда подросткам приезжал к ним на каникулы. Именно так должно быть выглядели мадам Бовари или Анна Каренина с несколькими лишними килограммами, возможно, и более тяжелой грудью, как того требовала мода тех лет. Сорель всегда питал страсть классики, как в отношении романов, так и в том, что касалось женщин. Он рассчитывал убедить Нору провести с ним ночь еще до окончания этой миссии. В определенном смысле это было бы его премией. Он летел через всю Атлантику не для того, чтобы спать в апартаментах отеля Георг Пятой в одиночестве. Сорель ни секунды не сомневался в успехе своего предприятия. Женщины редко ему отказывали, по крайней мере те, которых он находил, когда нуждался в компании, в расположенных по соседству с домом барах. Проводя почти все свое время со Штерном, Нора, наверное, уже забыла, как выглядят настоящие мужчины. Небольшой призыв к порядку ей не повредит. Усталость как рукой сняла. Сорель ощутил прилив бодрости. Он уже не помнил о часах, проведенных в воздухе, разнице во времени и пустом желудке. Он внимательно посмотрел на молодую женщину, позволив своему взгляду совершенно свободно пройтись по ее груди до основания декольте и даже немного ниже. Огонь откровенного желания, которое Сорель даже не попытался скрыть, вспыхнул в его глазах. — А сами, как думаете? — спросил он наконец. Казалось, Нора не заметила возбуждения охватившего ее собеседника. Ответ ее, сухой и резкий, был подобен разрыву бомбы. — Как бы вас там ни звали, на самом деле, я забуду о вашем существовании, как только вы выйдете за эту дверь. Так что можете засунуть ваши фантазии себе в одно место, скотиновая такая. Сорель тяжело задышал, не в силах сдержать ощущение удушья. Парализовавшие легкие и поморочившие мысли, грудные мышцы свело судорогой. Чтобы не потерять равновесие, он, как тонущая за соломинку, ухватился за одну единственную мысль. — Элиас Штерн не вечен. Когда он умрет, защитить Нору будет некому. Эта напыщенная мерзавка свое получит. Глава 14 Ощущение дискомфорта, вызванное заточением, улетучилось, как только Валентина принялась за работу. Вооружившись очками, она надела защитные перчатки и приступила к тщательному визуальному анализу рукописи от переплета до внутренних страниц. Углубленный осмотр, к несчастью, подтвердил первичные выводы. Кодекс пребывал в крайне удручающем состоянии. Даже самый легкий физический контакт с ним причинял ему непоправимый ущерб, и вскоре аналой был усеян крошечными чешуйками пергамента, слишком маленькими для того, чтобы их можно было собрать и приклеить на прежнее место. Коллаген, присутствовавший во внутренних слоях кожи, утратил свои первоначальные свойства упругости и резистентности. Его молекулярная структура оказалась поврежденной в результате долгого пребывания рукописи во влажной среде. После того, как Валентина одну за другой подержала страницы под включенной лампой, переплет почернел, а листы сделались ломкими. По всей вероятности, рукопись находилась в этой стадии разложения уже давно, возможно, даже с конца Средневековья. На данном этапе она еще не могла сказать наверняка, сколь серьезны повреждения, а они могли оказаться и не столь значительными, какими казались. Бывало, химическое и бактериологическое исследование опровергало первоначальные визуальные впечатления, так что надежда еще оставалась. Увлеченная осмотром рукописи, Валентина не услышала, как застекленная дверь библиотеки отошла за перегородку и вздрогнула от неожиданности, когда в комнату вошел Элиас Штерн. — Все в порядке? — спросил он. Сняв очки, Валентина положила их на стол и кивнула. — Если абстрагироваться от угнетающего состояния кодекса, то да. — Как думаете, сможете с ним что-нибудь сделать? — Скажу немного позднее. Нужно провести более углубленный осмотр. — Что скажете насчет того, чтобы составить мне компанию за обедом? — Вы работаете уже четыре часа. Должно быть, изрядно проголодались. Валентина бросила взгляд на часы начала второго. После ухода Норы она совершенно потеряла ощущение реальности. И это было, скорее, доброе предзнаменование. — Почему бы и нет? — ответила она. — Мой желудок живет по точному расписанию. Если забыть вовремя загрузить в него богатую липидами пищу, он может и взбунтоваться. — Превосходно! Нора уже в машине. На всякий случай мы захватили и вашу куртку. Штерн и Валентина спустились во двор, где их ждал лимузин. Нора разместилась впереди на пассажирском сиденье. Водитель помог Штерну забраться в машину. Закованный в тесноватый костюм, Франк закрыл за торговцем дверцу, но позволил Валентине самой разбираться со своей. Она справилась с упражнением неплохо, принимая во внимание, что перед этим едва не утонула в мягкой кожаной подушке. Сиденья Мерседеса отличались комфортом, но чтобы из них выбраться самостоятельно, нужно было обладать ловкостью пластического акробата. Как только все устроились, Франк уселся за руль и запустил двигатель. Мерседес выехал на университетскую улицу и почти сразу же повернул в направлении сены. Поездка длилась всего несколько минут. Франк припарковал лимузин у музея Орсе. Нора помогла Штерну подняться с заднего сидения и выйти из салона. Как и накануне, торговец вцепился в предплечье Валентины, опираясь на трость, которую держал в другой руке. Так они преодолели те несколько метров, что отделяли их от расположенной перед музеем небольшой эспланады. Пока Валентина и Штерн тащились к входу, Нора обогнала их и шепнула несколько слов одному из охранников, тот знаком показал, что они могут пройти без билета. Существуют места, которые память стремится идеализировать или представлять более красивыми, чем они есть на самом деле. Музей Орсе к таковым не относился. Валентину всегда впечатляло величественное изящество этого сооружения. Переоборудование старого железнодорожного вокзала в музей стало настоящей удачей. Величие центрального нефа, растянувшегося почти на 140 метров и окруженного шестью уровнями террас, самое высокое из которых отстает от земли на 30 метров, ничуть не подавляло, как того можно было опасаться, выставленные в музее произведения. Последний, напротив, производил впечатление учреждения совершенно раскованного, далекого от традиционных канонов музеографии. Нора, Валентина и Штерн не стали задерживаться у входа, воспользовавшись внутренним лифтом, а они поднялись на второй уровень, где находился ресторан. Метродотель проводил их в небольшой боковой салон и усадил за столик, расположенный немного в стороне от других, напротив огромного оконного проема, выходившего на музей почетного региона. На правах завсегдата Штерн, даже не заглянув в меню, заказал запеченную ножку ягненка. Валентина и Нора остановили свой выбор на ризотто, посыпанном тонкой кожицей тертых белых трюфелей, после чего Штерн бесцеремонно навязал им дежурный десерт, гратен из клубники с сабайоном, который оказался восхитительным. После кофе Штерн предложил Валентине способствующий пищеварению променад по музею. Зная наизусть большинство находящихся здесь произведений, она, тем не менее, охотно согласилась. Интересно же посмотреть, каким гидом окажется старый торговец. Штерн избежал залов, посвященных импрессионистам, в которых всегда полным-полно туристов, и увлек ее к эскалатору, который поднял их на пятый уровень, куда редко заходили экскурсии. Прогуливаясь между полотнами постимпрессионистов и представителей понтовенской школы, Штерн время от времени задерживался у той или иной картины и вознаграждал Валентину, то привлекая ее внимание к какой-нибудь детали композиции, то рассказывая пикантный анекдот, героем которого представал ее автор, оказавшись в крыле, посвященном набидам, Штерн остановился перед необычным полотном, выполненным в желтых и охровых полутонах. Он долго рассматривал размытые контуры персонажа, который занимал почти все пространство картины. На ней был изображен мужчина лет шестидесяти, неловко держащийся в защитной стойке, торс обнажен, кулаки сжаты, руки прижаты к груди. Табличка гласила, что это автопортрет Пьера Боннара, названный автором «Боксер». Боннар сказал о себе всю горькую правду, не скрыв ничего, ни пожелтевшей кожи, ни впалой груди, ни отвислых плеч и хилых рук. Грубо прорисованные черты лица передавали выражение неимоверной усталости, словно ему едва хватало сил даже держать на весу собственные руки. «Это картина», — промолвил Штерн голосом, наполненным сдержанным волнением, «думаю, я увидел ее одним из первых. Она едва успела покинуть мастерскую Боннара, краски еще не полностью высохли. Я был ребенком, но помню тот день в мельчайших деталях». «Вы знали Боннара?» — спросила у него Валентина. «Я несколько раз заходил в его мастерскую, да. Но эту картину увидел у Амбраза Валлара, торговца. Он начал торговать примерно в одно время с моим дедом в начале 80-х годов XIX века. Их лавочки стояли рядом, и, несмотря на конкуренцию, они отлично ладили и стали друзьями. У них были одинаковые вкусы, им нравились одни и те же художники. В те годы они были единственными, или почти единственными, кто видел огромный потенциал импрессионистов. Все считали их сумасшедшими. Полагаю, поэтому они изблизились. По воскресеньям Валлар обетал у моего деда. — Но Валлар умер гораздо позже, Габриэль, разве нет? Он продолжил приходить к вам? Штерн кивнул. — Валлар находил общий язык и с моим отцом. После обеда он уводил его к себе, чтобы показать новые приобретения. Они могли часами обсуждать картины. Это длилось до смерти Валлара, случившейся незадолго до начала Второй мировой войны. Штерн надолго замолчал, вновь погрузившись в созерцание картины. Валентина инстинктивно почувствовала, что должна оставить его в покое. Она терпеливо ждала, когда он решит продолжить рассказ. — Мой отец начал брать меня с собой, как только я научился отличать безделушку от скульптуры, — продолжил Штерн. Такова была его концепция обучения. Для него было важнее, чтобы ты отличал Кассата от Вальта, нежели умел читать. Я отнюдь не преувеличиваю, говоря так. Правда, необходимо отметить, что он работал в благоприятных условиях. Я обожал бывать у Валлара. В его доме картины занимали все свободное пространство. Они кучками лежали на этажерках и даже на полу, без рамок. Ренуар, Сезанн, Ро и, конечно, Боннар — все восхитительны. Боннара я впервые увидел, когда мне было года четыре или пять. В самом начале тридцатых, если не ошибаюсь, Валлар только что вернулся из его мастерской, привезя кучу полотен, в том числе и этот автопортрет. Ему хотелось узнать, что думает о нем мой отец. И что сказал Жакоб? Тотче же заметил, что недостает подписи. И это была правда. Боннар не подписал картину. Впрочем, его подпись не стояла ни на одной из тех, что привез в тот день Валлар. Он приобрел картины за столь смехотворную сумму, что не осмелился просить Боннара зайти к нему подписать их. Из-за опасения, что тот передумает и потребует большего. Такого скупердяя, как Валлар, надо было еще поискать. Гений, но какой сквалыга! Многое я бы отдал, чтобы вернуться хотя бы на долю секунды в тот дом к Добряку Валлару с его вечной тюбетейкой и беспрестанными сетованиями. Да что уж там, все это теперь так далеко. Только мне это старье интересно. Это не так, — возразила Валентина. Будь по-вашему, в этом музее не было бы сейчас ни души. Отвернувшись от картины, Штерн смелил молодую женщину долгим взглядом. В вашей власти, Валентина, не дать моим воспоминаниям исчезнуть вместе со мной. Именно это я хотел сказать, говоря накануне в вашей мастерской о Даре. Подобный талант — редкость. Фонду нужны такие люди, как вы. И не только для того, чтобы реставрировать кодекс Вазалеса. Нам еще столько всего предстоит сделать. По лицу старика пробежала тень ностальгии, которая почти тут же сменилась усталым выражением. Штерн сильнее вцепился в предплечье Валентины. Эта прогулка меня немного утомила. Не отведете к машине? Валентина помогла торговцу дойти до Мерседеса, и пока они возвращались домой, старик успел задремать в лимузине. Нора вызвалась разбудить шефа по прибытии. Заметно уставший, Штерн позволил Франку проводить его в свою комнату. Валентина вернулась в библиотеку, остаток дня она посвятила тщательному фотографированию страниц кодекса. Прежде чем приступать к реставрации, следовало запечатлеть исходное состояние. Примерно каждые два часа, для того, чтобы предложить прохладительные напитки и убедиться, что все в порядке, ее навещала Нора. Ближе к вечеру внимание Валентины отвлекло едва слышимое царапание. Должно быть, птичка села на подоконник и стучит клювом по стеклу, — подумала она. Вот и повод отвлечься, немного размять ноги. Отложив цифровой аппарат в сторону, она подошла к ближайшему окну. Отвесила тяжелую занавеску, не позволявшую солнечным лучам проникать в комнату. Затем проделала тот же трюк с двумя оставшимися окнами. Но никакой птицы не обнаружила. За окном, подгоняемые сезонным дождиком, уже сгущались сумерки. Валентина попыталась вглядеться в темноту, но не заметила ничего необычного. В саду было тихо, даже деревья выглядели застывшими, словно гнетущая атмосфера особняка. Валентина распространилась и на его окрестности. Вновь послышался приглушенный шум. На сей раз, как показалось Валентине, его источник находился в самом доме. Отойдя от окна, молодая женщина направилась к плексигласовой двери. Она не ошиблась. Звук определенно шел оттуда. За стеклянной перегородкой маячил чей-то размытый силуэт. Вероятно, вновь пришла нора, решила Валентина. Однако вела себя ассистентка Штерна. Не совсем обычно. Судя по тому, что видела Валентина через полупрозрачное стекло, нора копалась в панели управления, но дверь никак не желала открываться. Так продолжалась минуту-другую. Затем, похоже, нора отказалась от своей затеи и направилась прочь. Контуры ее фигуры становились все более расплывчатыми. Валентина ощутила нарастающее беспокойство. Страх остаться запертой в этой комнате вытеснил все прочие мысли. Она попыталась успокоиться, начав искать логическое объяснение поведению норы. Если не сработал механизм открывания двери, ассистентка, безусловно, отправилась за помощью. Долго ждать мастера не придется. Не пройдет и часа, как она окажется на свободе. При желании в этом злоключении можно было отыскать и хорошую сторону. По крайней мере, техник уже сегодня внесет в память считывающего устройство ее отпечатки пальцев, и с завтрашнего дня она сможет покидать комнату, когда пожелает. Валентине не оставалось ничего другого, как запастись терпением. Она села, поджав ноги напротив двери, обвела колени руками и приготовилась к долгому ожиданию. Силуэт появился вновь. От удара плечом плексигласовая перегородка задрожала. Валентина вскрикнула от изумления, и инстинктивно отпрянув, упала навзничь, больно ударившись о паркет затылком, очки слетели и разбились. Оглушенная она увидела, как человек за стеклом снова бросился на дверь. Ее последние сомнения рассеялись. Это была не нора. Валентина истошно завопила, но звукоизолированные стены комнаты вернули эхо ее испуганного голоса. Продолжение следует...